В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королёва. Здравствуйте. 2020 год стал знаком для Волынского кладбища, что располагается в Заволжском районе двери в микрорайоне Соменко. После почти 100 лет забвения оно снова на слуху у жителей города. Если быть точнее, то кладбищем тот небольшой кусок земли назвать было сложно. Он остался единственной небольшой территорией от прежнего большого старого погоста, городского кладбища. На протяжении многих лет оно зарастало деревьями, бурьяном, покрывалось грязью. Эта весной ситуация в корне изменилась. Изменилась она благодаря одному из жителей города Твери. Владимир Пимонов, вооружившись лопатой, мешками, отправился собирать мусор. Однако этим не ограничились. Этой осенью мы уже можем видеть, что пустырь вовсе уже и не пустырь. Здесь от пыли, забвения и грязи были освобождены уникальные надгробные памятники и восстановлены. Сегодня мы поговорим об этом уникальном месте и спросим у наших гостей об его истории. И, конечно же, узнаем у самого Владимира Александровича Пимонова, что же заставило его взять лопату и отправиться на кладбище. Итак, хочу представить гостей в студии. Это Владимир Пимонов, по совместительству житель Заволжского района, кандидат юридических наук, преподаватель вуза. Владимир Александрович, здравствуйте, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Я думаю, что жители микрорайона вас тоже поддерживают. И, судя по тому, что они очень тепло о вас отзываются, очень много пишут. И, соответственно, вам большое спасибо от жителей микрорайона Соменко. Да, спасибо большое, что пригласили на передачу. Немножечко я, такое небольшое замечание. И это не только благодаря мне. Потому что, на самом деле, меня сподвигло к этому, если честно, я читал книгу Сергея Николаевича Погорелова. А у нас второй гость наш кревет, автор книги «Судьба Турской Волыни» Сергей Николаевич Погорелов. Как-то получилось так, что это все происходило синхронно. Ходить, ходил, любил там ходить на кладбище. Потом мне нравился храм. Он очень уютный, такое деревянное здание, такое напоминает немножко село. И, проходя мимо, вот, конечно, я стал обращать внимание, что очень много мусора. Вот. И как-то вооружившись сначала даже не лопатой, а просто перчатками и мешками, ходил, собирал мусор. Вот. Ну, а потом решил попробовать себя в части восстановления одного из памятников. Вот. Памятник мне показался красивым. Потом дальше стал интересоваться историей этого человека. А кто это? Это Симеон Яковлевич Коробов, житель Затверечье, мещанин. Вот. Ну, оказалось, что личность не совсем незаурядная. И дальше, чем больше я стал восстанавливать, ко мне стали примыкать другие мои, так скажем, вот, сподвижники. Почему они примыкают? Я скажу, основная их идея такова, что это историческое место. Это раз. И второе. Здесь сразу же виден результат. И этот результат виден всем. Так что они очень довольны своей работой. Вот. Конечно, им это нравится. И зажигает это все. Вот. Эта работа. Горят этой работой. И дальше, чем больше мы восстанавливали могилы, тем больше узнавали о тех, кто там похоронен. И получается так, что все, начиная там от каких-то известнейших наших купцов и заканчивая обычными крестьянами, все, оказывается, жители города Твери, участвовали, очень активно участвовали в общественной жизни города. Они входили в различные комиссии, комитеты, вот, жертвовали деньги, строили церкви, строили дома. И поэтому мой мотив таков, что мы должны отдавать память этим замечательным людям, потому что это часть нашей истории. И забывать нельзя про это. Ну вот, так получается. Сергей Николаевич, расскажите немного об истории этого кладбища. Я тоже, как бы, оказался на этом месте, сравнить недавно, в 2004 году, когда стали строить храм Терафима Саровского на Волынской улице. Вот инициатива тогда принадлежала отцу Сергею Дмитриеву, настоятелю прихода Ксении Петербургской. Когда потихонечку стал возникать фундамент, потом было освящение этого здания, я, как бы, познакомился с людьми, которые тоже пришли на освящение храма. И оказалось, что очень интересные люди, на самом деле. Я познакомился с Елизакой Ивановной Костиной, это дочка-освященник, который служил в храме Болговещения на Волынской улице. Он был репрессирован, умер в 1937 году в убежденской тюрьме. Потом еще ряд людей интересных. Я даже познакомился с дочерью репрессированного человека, кто, возможно, лежит именно в этой земле. Это вот Александр Иванович Ловля, житель города Калинина, жил он на переулке Трудолюбия, дом 31, квартира 2. Был арестован 7 октября 1937 года и, в общем-то, 4 декабря был расстрелян в управлении НКВД. Жена его такая была очень настойчивая, выходила по адресам, по кабинетам, спрашивала, где муж. Ей шипанули, больше не ищите, лежит, как и другие, на Волынском кладбище. Была даже такая установочка дана, что там лежат расстрельные люди. Ну и потом, когда стали исследования проводить, мы находили кости на этом месте. А уж когда храм у нас так скропостижно сгорел в 2005 году и стали его восстанавливать, перестраивать, когда экскаватор вызвали 14 июня 2005 года, копнули два раза, и просто вот груда костей, 70 человек тогда было найдено. Они были перезахоронены 30 октября 2005 года у южной стены храма. То есть там просто плотно лежат люди, там сотни, а может быть даже тысячи людей, репрессированных и захороненных на этом месте. А так кладбище, конечно, оно очень интересно для города Твери. Я считаю, что вообще это какое-то ядро культурной жизни, потому что первые упоминания кладбища относятся к 17 веку. На 18 веке такое уже было достаточно полномерное сооружение, градостроительное, красивая аллея, гранитные монументы, склепы замечательные. Напоминает Смоленское кладбище в Петербурге, если кто-то бывал, как бы очень напоминает. В 19 веке был интересен для кладбища 41 год, там братская могила советских воинов, которые город освобождали. Видите, как бы разные эпохи проходят через это место. Ну и потом, конечно, репрессированные, 30-е годы, 20 века, тоже тема больная, кровоточащая до сих пор. Она тоже очень наложилась в эту тему. Поэтому кладбище, оно, конечно, такой комплекс, который представляет все эпохи нашего государства. Поэтому как бы в таком запустении, какое очень долго оно пребывало, мы, конечно, его видеть не должны. Я очень рад, что люди, добровольцы, вот собрались, 2020 год какой-то был знаком для этого места. Владимир Александрович, мы, когда снимали сюжет, буквально это было в начале этой недели на Волынском кладбище, вы мне показывали уникальные надгробия конца, если не ошибаюсь, 18 века. Да. Расскажите немного, много ли таких попадается? Вы знаете, первоначально вот этот некрополь, этот погост, да, он был изначально белокаменным. То есть из старецкого камня, как тогда называли, известняк. Вот. И преимущественно, действительно, это были надгробные плиты. Вот. Они были прямоугольной или трапециевидной формы. Ну, по мере, значит, продвижения в начало 19 века, в первую половину 19 века, плиты стали возрастать в ширине, в размерах, и превращаться постепенно в форму такого саркофага. Жертвенники получились. Вот. Да, действительно, они представляют, на мой взгляд, уникальность. В чем уникальность? Они свидетельствуют о таком трехмерном представлении бытия жителей города Твери. Вот. То есть всегда к западу обращена голова Адама, свидетельствующая о первородности греха, жизнеописании человека, жизненный путь. Обрамляемый крестом, человек несет этот крест, несет тяжести в течение всей жизни, и сакральная часть его восточная, где обычно писались эпитафии, красиво раскрашивались. На мой взгляд, это уникально, ведь, собственно, уникальность заключается не столько в том, что это кусок камня, а то, что это выполнял определенный резчик. Каждый орнамент, значит, несет в себе определенную смысловую нагрузку. Мы можем судить о жителях того времени, о их представлении о нашей, о той жизни. Вот. И, кроме того, ведь мы узнаем жизненный путь этих людей. Действительно, это незаурядные личности многие. Вот этим это интересно. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Это программа «Тема дня». Мы ведем беседу с нашими гостями. Сегодня мы говорим об исторической справедливости, которую пытаются восстановить волонтеры на Волынском кладбище в Твери. Итак, мы продолжаем наш разговор. Хочется узнать, да, как идет работа по его расчистке, уборке. Кто работает? Вот один из участников этих работ, он военнослужащий такой, Сергей Костров, очень мне помогает, Алексей Костров со своей супругой очень мне помогает. Он сказал, что на кладбище, вот то, что мы последние могилы восстановили, это могилы, значит, преподавателей, военных и ученых. Получается так, что, говорит, восстанавливают их те же самые преподаватели, военные и ученые. Действительно, на кладбище много лежит и священников. Очень много, значит, преподавателей, и одновременно и священников, и преподавателей, потому что практически каждый священник, он преподавал еще и закон Божий, и другие предметы, в школах, в гимназиях и так далее. И есть ветераны Первой мировой войны, офицеры, вот, очень много, между прочим, таких, поэтому, конечно, им тоже надо отдать память. Последнее, кстати, вот, захоронение, которое мы обнаружили, и вот до которого сейчас вот добираемся, это захоронение как раз вот Макария Константина Ичеляхова. Получилось интересно, что в своей группе ВКонтакте я опубликовал сведения о тех, кого мы нашли. И сразу же нашлось две семьи, одна из Балагоя, другая из Москвы, которые являются потомками Макария Константина Ичеляхова. Они выслали фотографии, оказывается, это был незаурядная личность. Во время пожара, и знаменитого, между прочим, пожара, в 1911 году он потерял семью. Тогда, значит, там построили синематограф, вот, и приехал известный артист перед кино давать выступление. Это было прощенное воскресенье, поставили бочки с керосином, и они вспыхнули, загорелась лампа в этом, в проекторе. И практически никто не смог выйти. Был один аукционный выход, очень много детей погибло, это было потрясение для нашего общества. Да, это было очень большое потрясение. И вот Макарий Константинович еще с одним человеком, они подали такую инициативу собирать деньги на строительство часовни на месте гибели. Потом началась война, Макарий Константинович пошел на фронт, воевал на Прибалтийском, на Рижском фронте, был тяжело ранен. Вот, направлен, значит, в госпиталь, а после госпиталя продолжил в Балагое начальником складов артвооружения. Там и встретил революцию, и после революции остался начальником тех же складов. В 1923 году по инвалидности его комиссовали, и вот он проживал уже в Твери, и я очень рад, что безвестная могила, в общем-то, получила теперь известность. Мы знаем о том, что непосредственный участник тех событий 1911 года, Первой мировой войны, лежит на нашей земле, и можем отдать ему память. А сколько в общей сложности удалось восстановить надгробий? 39. Вот, на сегодняшний день 39 надгробий. Это рекордное число, потому что я, когда занимался один, я планировал, ну, хотя бы в год по одному надгробию. Хотя бы. Но когда стали приходить люди, вот они так стали вот особенно гореть работой, Вот, мы делаем это значительно быстрее. Но делать надо осторожно. Во-первых, чтобы не проводить, не дай бог, там какие-то раскопки. Вот, это ни к чему совершенно. Ну, и кроме того, уникальная растительность. Есть ведь помимо сорняков и деревья, которым больше 100 лет, чтобы и их не затронуть. Липы замечательные, очень красивые. Липы замечательные, да. Просто можно картиной писать. Осина, да, осина вообще замечательная. Такой в городе вы не найдете. В обхвате 3,5 метра, вот, такая осина. Говорят, что вот ей около 100 лет. В городе просто нет таких, это уникальная осина на самом деле. По поводу памятников, уже многие утрачены были, потому что в 70-х годах стали новые Красинские мосты строить, да, через Тверцу. И просто в нас использовали вот эти вот битые осколки с могил, с надгробий. Ну, допустим, вот Петр Фадеевич Богомолов, да, мы не упомянули. То есть, мы же не знаем, где могила, но память-то о нем жива в городе. Конечно. То есть, строитель Старого Тверецкого моста, архитектор главный. Часово-Ниан-Кронштадтского его руками построено, спроектировано, это проспект Чайковского, да, баня, да, на улице. И совсем недавно я узнал вот что, что когда памятник, постамент воздвигали Михаила Ивановича Калидина на площади Революции, для постамента, для укрепления его брали белокаменные надгробия с Волынского кладбища. И, собственно, есть тому свидетельство. Жители на улице Коноплянниковой живут и говорят, один вот мой отец рассказывал, как он сам распиливал вот эти вот памятники. Так что, если вы, говорит, копнете, отковыряете цоколь вот эту подставку под Михаилом Ивановичем, там будут купеческие памятники. А вот там памятники, они абсолютно все разные, разных стилей, разный материал, абсолютно разный. От камня до, на самом деле, таких произведений искусства, да, то есть оформлено очень интересно, очень красиво. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует об изменении представления о мире тверичей по стечении времени. Раньше, 17-18 век, кладбище это было место прощания, куда приходили скорбеть один на один, плакать о родственниках и так далее. А вот 19-й век, первая половина, вторая даже половина 19-го века, это место не прощания, а это место встречи, вот. Где памятники имеют определенную такую помпезность, красоту. Они делались не индивидуально для конкретной семьи, они делались как бы в назидание другим. По кладбище стало приобретать статус парка в таком стиле, французском, момента моря, помни о смерти, где горожане любили прогуливаться по аллеям и одновременно думать о вечном, глядя на красивые эпитафии, на памятники и так далее. Но 20-й век уже был славен тем, что Первая мировая война, Гражданская война, потом индустриализация было не до этой красоты. Вот. И, соответственно, кладбище стало приходить в запустение. А 41-й год нанес значительный урон, там как раз проходила линия обороны. Так что уже в конце 40-х годов кладбище было закрыто, но все же оно продолжало и продолжает играть существенную историческую роль и любую другую роль в жизни жителей Ближнего Заволжья и Соменки. Сергей Николаевич, если затрагивать вопрос о личностях, которые покоятся на этом по гости, у вас как раз книга им посвящена, расскажите о наиболее ярких, да? Ну, конечно, Илья Михайлович Громогласов. То есть это такой видный священник, московский, причем, то есть служил в храме в Кадашах, храм Воскресения Христова в Кадашах из Москворечья. Говорил над гробной речью, над гробом патриарха Тихона, когда патриарх Тихон представился 7 апреля 1925 года. То есть видный священник, до этого был замечательным московским юристом, правозащитником, то есть его знала вся Москва. Так получилось, что после ссылки в Сибирский край, в городе Сургут, кстати, он проходил эту ссылку трехлетнюю, он вернулся в Москву, но ему запретили жить в крупных городах Советского Союза. Владыка Фадей, в то время правящий архиерией Тверской, он его знал еще по Московской духовной академии и предложил ему служить в Твери. То есть Илья Громогласов приехал в Тверь с супругой в 1928 году, поселился в квартире на улице Крылова, а служил он за Тверцой в храме Неполима Купины. И вот от 1937 года он был штатным священником нашей епархии, служил в Неполимской церкви. Его арестовали 3 ноября 1937 года, был обыск, есть протокол обыска в квартире на улице Крылова. Был он арестован по делу Владыки Фадея. И вот 4 декабря 1937 года он также был расстрелян, захоронен на Волынском кладбище в какой-то безвестной могиле. Кроме того, ученик кладбище интересен тем, что вот в этой Успенской церкви, единоверческой, которая была на берегу Соминки, был чтецом Арсений Троицкий, это тоже священномученик русской церкви. В период обучения в Тверской духовной семинарии он ходил на берег Соминки, и в этом храме в Успенском, единоверческом был обычным чтецом. Потом он уехал в Подмосковье, получил священный сан, служил в Селихово, потом в одном из московских храмов, был арестован в городе Москва в 1937 году и был расстрелян на Мудовском полигоне. То есть это тоже священномученик, тоже наш святой на самом деле. Хоть он в Бутово лежит мощами своими, тем не менее он тоже наш небесный заступник. Ряд других личностей тоже нам очень интересны. Я уже говорил про Александру Ивановичу Ловлю, то есть это преподаватель географии немецкого языка, в техниках приколинской швейной фабрики, был арестован в 1937 году, расстрелян, погребен тоже на Волынском кладбище. Тех, кого мы знаем. А сколько людей, кто как бы неизвестен на самом деле. То есть это сотни тысяч людей. Я говорю сейчас о репрессированных. Варвара Воронцова. Мало, что мы о ней знаем. И был проект на месте Успенского единоверческого храма. В начале 20 века хотели делать женскую общину и открывать женский монастырь. Видимо, сестры-старицы приезжали, жили пока как бы по домам, вот как раз на Волынской слободе. Потом как бы хотели влиться в этот монастырь. Но началась гражданская война. Начала Первая мировая, потом гражданская. И как-то этот проект потихонечку ушел в небытие. Но Варвара Воронцова помогала жителям нашего города в эти тяжелые голодные годы. А потом, когда уже линия фронта пришла на Волынь, она просто многих людей спасла от голодной смерти и лечила травами. Умерла она в начале 40-х годов, я так понимаю. И тоже эта могила до сих пор людям известна. Многие ходят на эту могилку к Варваре Воронцовой. И даже в духовном плане она многим помогает. То есть я знаю, что приезжали семьи из Москвы бездетные. Через некоторое время они рожали детей. То есть это, видимо, тоже наш местный чтимый святой. Мы пытаемся собрать материалы об этом человеке. Но пока нам удается. Запрос, я знаю, что вы посмотрели. Да, запрос есть. Я надеюсь, что все-таки мы проясним хотя бы дату смерти. Будем, как говорится, от этого исходить. То есть кто родители, откуда. Но там, глядишь, что-то и получится. Я еще хочу добавить. Вот Сергей Николаевич правильно сказал. А в его книге есть еще, значит, упоминание о Иерее Иоанне Гусеве. Он проживал у нас на Соменке. Сначала на улице Горького. На Верховской тогда. На Верховской улице. А потом уже после смерти дом был перенесен. Так вот, этот дом, который перенесен, у жителей еще в советские времена назывался дом Попа. У Попа его называли. Так вот, мы восстановили, ну то есть поставили памятный камень уже при участии в том числе и прихожан храма Серафима Саровского. Мы одновременно узнали об этом человеке. Он был протеерей Вознесенского собора, что находился на современной вот площади мира, где вот улица Верховская тогда. Здание Увода на этом месте сейчас. Здание Управления внутренних дел именно на этом месте находится. Был еще и преподавателем. Преподавал в мужской гимназии, кстати, в те годы, когда учился авиаконструктор Туполев. Поэтому кто знает, когда первый самолет полетел, сделал очень большой перелет, там, по-моему, беспосадочный, 12 тысяч километров, этот же самолет конструировал Туполев, так ведь, может быть, отец Иоанн вспомнил своего ученика тогдашнего. Это вот, конечно, тоже, кажется, интересно. Владимир Александрович, Вы очень много времени проводите в архивах. Хотелось бы узнать, а что вообще, в принципе, известно о территории Волынского кладбища? Оно сейчас именно на том месте, где раньше было? Или как-то оно, может быть, сдвинулось, учитывая, что идет застройка, да, активная города со временем? На том месте. Я Вам скажу, что по дозорным книгам 17 века сохранилось описание тоже кладбища. Но это не называлось тогда кладбище Волынское. Официально Градское заволское кладбище, что у Волынях, упоминается, в общем-то, уже в конце 18 века. Точную дату пока установить не удалось. Но ясно одно, что, как и все провинциальные некрополи, данное кладбище возникло в связи с сенатским указом правительствующего сената 1772 года. А в 1773 году появились технические описания кладбища. То есть оно должно иметь ров глубиной не более двух оршин, то есть приблизительно 1 метр 40 сантиметров, и шириной не более двух оршин. Вот. А также должно быть огорожено насыпью не более двух оршин. Для чего это делалось? Для того, чтобы пригульный скот не топтал могилы, не ходил на кладбище. Вот. И кладбища были вынесены за город. Почему? Именно в таких санитарно-эпидемиологических целях. Вот. Кладбище сохранило и ров, и сохранило также остатки вот такой вот насыпи. Поэтому мы сейчас можем судить о том, какова была площадь кладбища. 3,8 десятины, что соответствует приблизительно 4 гектарам земли. Современное кладбище как раз и есть приблизительно 4 гектара. Поэтому мы можем точно говорить о том, что оно и в 17-18 веке находилось именно на этом месте. Но, учитывая то, что еще рядом было староверческое кладбище, вот, которое распространялось вот на современной улице Румянцево, где детский сад, очевидно, что часть его утрачена. То есть, вот как-то так. Так. Но устанавливаем еще. Утрачено, я добавлю, да, может быть, утрачено оно было в 64-м году, когда храм Успения Божьей Матери разрушили, там танковые тягачи применяли, потом взрывали, кладка была очень мощная, разбирали вручную. Вот. И кладбище, которое было вокруг, тоже было уничтожено. И на этом месте построили детский сад номер 125. И вы сказали, что оно находится на том же самом месте, да, где оно и было изначально. А, собственно, территория немножко, да, она сократилась. Но, как я понимаю, что особо большим-то оно и не было. Да, оно не было большим. Во-первых, не было такой необходимости. Ну, если сопоставить количество жителей Заволского посада, того времени и количество жителей Заволского района сейчас, ведь город прирастает. Вот. Поэтому необходимости такой не было. Это не самое старое кладбище в Твери. Но, к сожалению, это единственное уцелевшее из старых кладбищ. А об остальных ведь мы можем судить только по историческим документам, да по каким-то обломкам. Вот. Поэтому... Вот так вот. Сергей Николаевич, к вам вопрос, да. На территории кладбища располагались церкви. Как минимум, мы знаем о двух. Ну, на самом деле, да. В церкве было больше в разные исторические эпохи. То есть мы знаем с вами о храме Благовещения Престой Богородицы с правым пределом Николая Чудотворца и с левым пределом Иоанна Солунского. Это, в общем, на улице Волынской, да, храм стоял. Он был построен в 1786 году, а уничтожен в 1941 году. То есть при бомбардировке немецкой авиации, когда наши части в 16 октября 1941 года уходили за город и окапывались на реке Соменке. Кроме того, это место очень знаменито тем, что там был храм Николая Чудотворца деревянный, а ранее, это примерно XIII век, даже не верится, да, XIII век, там был монастырь Никола на Столбце, деревянный мужской монастырь. Был уничтожен поляками в смутное время, то есть вот не сохранился. Все деревянные постройки сгорели. Потом была просто пустошь церковная. И потом уже храм Николая Чудотворца и храм Благовещения, да. Про храм Успения Божьей Матери мы немножко говорили на берегу Соменки, да. Его построили единоверцы в 1801 году над могилой местночтимого святого Макария Гончарова. Этот святой, мне кажется, для Твери очень важен, как, наверное, Ксения Петербургская для Петербурга. То есть он предсказал пожар Твери. Потом, значит, просто людям судьбу предсказывал XVIII веке. То есть его очень местные почитали, местные жители. Почитали старобряться, потому что он был похоронен с двуперстием, да, сложены были персты определенным образом. И потом на этом месте было построено старобряться Мечасовань, а потом уже храм был возведен. Я говорил, что он был храм утрачен в 1964 году. Икона Казанская Божья Матери, почитаемая Тверичами, Казанская Волынская икона Божьей Матери, была эвакуирована в храм Белой Троицы. С этого места, да, храм был взорван. Вот в 2005 году, когда храм Серафима Саровского был построен, да, на Волыне, мы эту икону перенесли городским крестным ходом из кафедрального собора в наш храм Серафима Саровского. Кроме того, в разные эпохи был еще храм Иоанна Воина на этом месте. Мы не знаем, где, представляете, да. И храм Пречистой Круглой Двери, очень интересно название, Пречистой Круглой Двери. То есть мы не знаем, где храм отстоял, но он стоял на Волыне. И еще был храм Казьмы Демиана, тоже был приход Богородичный, где, мы не знаем, считайте, да, получается, храм Серафима Саровского, шестой на Волыне. Владимир Александрович, вы, опять же, когда мы были у вас на кладбище, снимали сюжет, вы показывали, что нашли фундамент часовни. Да. К сожалению, документов никаких нет, поэтому мы даже не можем точно сказать, приблизительно можем только назвать размеры этой часовни. То есть она представляла собой, как, пожалуй, русская изба, 6 на 8, но с достаточно основательным известняковым фундаментом. И учитывая, что наверху фундамента находится слой портландцемента, тогда делали цемент в перемешку с старецким камнем, с известняком, измельчали его, вот. И вот этот слой остался. Вот. И, очевидно, он имел еще... Он был бревенчатый, как я полагаю. Вот. И, в общем, находилась недалеко от входа, ведь рядом Благовещенский храм находился. И, собственно, со стороны Благовещенского храма все правильно, когда заходишь, вот тебе здесь рядышком находится часовня. Вот. Но когда она была разрушена, то ли сгорела, в какие годы это произошло, пока я не могу ответить на этот вопрос. Сергей Николаевич, а есть предположения, что это за часовня Благовещенского храма? Получается, что в начале 30-х часовня не была еще разрушена. То есть это был обычный объект. Храм же не всегда был открыт, да? Когда покойник отпевали, привозили в эту часовню, там прощались и уже везли, значит, тело для погребения на кладбище. Часовня была, видимо, небольшая, стояла, получается, вот в этом углу, да, на пересечении как бы с улицы Волынской. Поэтому, в принципе, воспоминания людей тоже подсказывают и подтверждают, что на этом месте была часовня. То есть ошибиться не могли. Это именно фундамент вот этого объекта. Но сколько именно, да, она там простояла, и тоже, и когда была построена среди Николаевского храма? Когда построена, мы не знаем, да. Пока мы не знаем это. Вы знаете, вообще все эти надгробия, они представляют интерес исторический. Вот, и я верю, что однажды начнут исследовать, и такие научные исследования уже ведутся в надгробиях, создаются лапидарии. Вот, то есть музеи вот такого вот погребальные. И для того, чтобы сохранить это для научных исследований, конечно, нужно за ними ухаживать. Вот в моем представлении будущее кладбище таково, что это объект историко-культурного наследия. Я спрашивал жителей улицы Волынской и улицы Коноплянниковой, ведь там много бывает. И сейчас, после того, когда мы его привели чуть-чуть в порядок, стало ходить больше людей, стало больше приезжать, смотреть. И даже уже я видел экскурсию одну, кто-то проводил экскурсию на кладбище, представляете? И, значит, все говорят о том, что однозначно место должно быть сохранено. Но вот кого ни спроси, такие исследования мы не вели письменно, но такой опрос-интервью есть. Это больше двухсот опрошенных все за то, чтобы его сохранить. Тем не менее, Владимир Александрович, вы проводите очень серьезную работу. Еще год назад там был пустырь, заросший бурьяном, кустами, травой, грязь. Не особо ответственные люди сбрасывали туда мусор бытовой. Там даже страшно было пройти, что называется. Там идет как раз тропинка, да, мимо, через территорию этого кладбища. Что вам вообще удалось сделать? Очистить, как минимум очистить, да, часть вот этой территории? Вы знаете, вот честно сказать, я горжусь не тем, что я восстановил. А реально, вот, да, у меня есть определенная гордость, что я доказал жителям той же Волынской улицы и улицы других улиц, что, оказывается, можно жить в чистоте. И что все зависит не от власти. Не хватит просто милиционеров со свистком, не хватит контролирующих органов, если сами люди не будут убирать за собой мусор. И вот это как просто пример. И ведь, что интересно, оказывается, людям нравится жить в чистоте. Они хотят приходить, наводить порядок и так далее. Но вот почему так произошло? Как так исторически сложилось? Сложно сказать. Ну вот, во всяком случае, наводим порядок, и людям это нравится. А много времени уходит? Самое сложное, что? Самое сложное, это найти время. Ведь это время, взятое из семьи. Вот. И спасибо моей понимающей меня супруге. Иная бы, может быть, по-другому как-то отреагировала. Да, это очень большое спасибо. Большое спасибо помощникам всем. Тем, кто помогает как может. А сложность еще в том, чтобы эти камни-то, собственно, поднять, потому что они тяжелые, особенно жертвенники, они большие, из камня. Да, такая сложность есть. Проблема ведь в чем? Приехать техника туда не может. Нет, конечно, загнать можно любую технику. Ну, во-первых, это не совсем законно. Во-вторых, мы, безусловно, разрушим само кладбище. Там достаточно проехаться к Амазу, и после него останется как от танка. То есть, поэтому мы очень долгое время думали, а как же все-таки их поднимать. И я даже по чертежам Леонардо да Винчи сконструировал такой старый прибор, полиспаст. Очень долгое время над ним работал. Но впоследствии к полиспасту у нас появился уже и другой подъемный механизм, таль. И мы теперь используем комбинированно полиспаст, таль. Мы поднимаем своими руками, то есть, без вызова техники. А вес таких надгробий до 900 килограмм, да, составляет? То есть, почти тонны составляет? Да, есть надгробие, где вот как раз последний, да, вот мы долго с ним возились. Он находился вот в яме, прям сваленный в яму, там мусор был. Вот. И когда его подняли, стали поднимать уже и другие. Там очень много волонных надгробий. То есть, те, которые не имеют какой-то такой вот определенной красоты, это просто привезенные валуны, вот, их ставили на месте вот захоронения. Вот род Арефьевых, старый род Арефьевых, он имел вот такие вот валунные надгробия. А у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хочу сказать огромное спасибо гостю вашей программы за такую работу. Я думаю, что жители Заболжья, да и всего города Твери будут очень вам благодарны. И у меня такой вопрос, вот, я так понимаю, что кладбище не является еще памятником архитектурного, культурного наследия, да? Вот как сделать так, чтобы как-то и власти подключились к восстановлению этого объекта? Спасибо. Спасибо за звоночек. Спасибо большое. Я скажу, что власти не остаются в стороне от этой проблемы. Во-первых, надо просто отдать должное нашему Тверскому спецавтохозяйству, это муниципальное унитарное предприятие Тверь спецавтохозяйства, которое регулярно стало вывозить мусор. А там огромные кучи мусора стоит отменить. Да, и вот недавно, буквально вчера, вывезли все опять подчистую. Нам бы это было просто не под силу. Ну и, конечно же, отдел благоустройства Заволжского района, города Твери, большое спасибо администрации Заволжского района, то, что принимают участие непосредственно в наших работах. Кроме того, главное управление архитектуры нам также оказывает помощь, оказывает помощь и Тверской архив. В общем-то, работы идут. Но для того, чтобы придать данному памятнику, скажем так, данному объекту определенный статус, необходимо решить много юридических и организационных вопросов. Поэтому я верю в то, что все-таки это сбудется в ближайшее время. Вот только как наведем там порядок. Владимир Александрович, а много там у вас еще работы? На следующий год какие планы? Сейчас-то сезон все-таки к концу подходит. Я так понимаю, что вы постольку-поскольку работаете, погода позволяет? Ну, начальник отдела как раз вот Заволского района сказал, что благоустройство, что работу ты себе нашел на всю оставшуюся жизнь. Работы действительно много. И даже если представить себе, что возьмется дружно область и все там сделают, работы не станет меньше. Она просто станет другого качества. Наведение исторических справок. Да и всегда нужно будет следить за этим местом, в конце концов. То есть мусор-то он ведь все равно будет появляться. А сколько в перспективе еще возможно восстановить надгробие? Они же, я так понимаю, что там еще дожидаются очереди. В перспективе нужно отдать должное, как я представляю, вот священнику Илье Громогласову, который находится все-таки в безымянной могиле, и это причислено к лику святых. Святой русской православной церкви. Нужно отдать должное Макарию Гончарову, блаженному, юродивому. Подвиг юродства – это не очень мало. Очень высокий подвиг. Очень высокий подвиг в те времена и сейчас. Отдать должное ученому Анатолию Николаевичу Вершинскому, основоположнику Тверского краеведения, и также нашему замечательному архитектору Петру Фадеевичу Богомолову. Вот, поэтому в перспективе добиться того, чтобы памятные камни или даже памятники были установлены на этом кладбище данным людям. Но есть еще порядка 30, а даже может быть и больше, захоронений, которые требуют благоустройства. То есть они находятся в таком же состоянии, да, как пребывали те, которые сейчас установлены? Вот, например, захоронение Ивана Николаевича Арефьева, вот, другого, значит, Михаил, по-моему, Васильевич Арефьев. Да, в общем-то, многие из Арефьевых там лежат, но они в таком ужасном состоянии. Вот, по счастью, есть памятники, есть те исторические, и мы знаем их места захоронения. Это же музей Тверского быта, наш замечательный музей, как раз в их особняке располагается, наши благодетели. У нас была улица Арефьевская сейчас, от улицы Нахимова. Арефьевская Слобода. Да, Арефьевская Слобода, то есть это память о них вообще неисчерпаема, на самом деле, об этой семье. То есть это основные меценаты заволожской части города. Ну, есть еще и фронтовики, я имею в виду порядка 10 человек, точно я знаю, те, которые и участники Первой мировой войны, все награжденные орденами, медалями, вот, и, конечно, было бы неплохо создать какой-то общий такой памятник, где обозначить фамилии, в том числе и погибших Первой мировой войны, ой, участников, ветеранов Первой мировой войны. То есть это уже какой-то военный мемориал, мы к этой теме подходим потихонечку. Владимир Александрович, знаете, очень многих, да, в интернете интересует один вопрос. А пишут и нам то же самое задают такой вопрос. Почему? Для чего вы это делаете? Это такое, мне кажется, и вам его неоднократно задавали. Все-таки вы один это начали делать? Говорят-то вообще, что один в поле не войн. Ну, как показывает практика, вовсе не так. Вовсе не так. Ну, может быть, я и не один, я не знаю. Я говорю, я начал убирать мусор один. Сначала мне само было неудобно это делать. То есть я так делал, ну, как бы незаметно. А потом думаю, а что здесь такого? Надо просто убирать. Мой принцип таков, что чисто... У нас раньше плакат висел в городе. Чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Это неправильно. Чисто там, где метут. Там, где метут, там и не ссорят. А там, где мусор, туда, как говорится, не грех и бумажку кинуть. И другой мусор. Так вот, моя была основная идея очистить это место. Оно действительно вот уникальное. Это природное место. Вот. Со своей природой. Вы знаете, там соколы летают, куропатки. Вот. Чего не встретишь в городе. Вот. То есть оно живое. Оно живет, это место. Только оно не должно превращаться в мусор. Ну, а теперь я понимаю, что те памятники, которые там есть, они все-таки представляют ценность. И однажды они будут исследованы. Я в это верю. Только их надо сохранить. Ну, что ж, наша программа подошла к концу. Сегодня мы обсуждали возрождение Волынского кладбища. Оно восстанавливается. Восстанавливается в большей части силами волонтеров. У волонтеров на будущий год тоже далеко идущие планы. Что ж, сегодня гостями в студии были идейный человек, тот, с чего все, собственно, началось. Владимир Александрович Пимонов. Краевед, автор книги «Судьба Тверской Волыни». Сергей Николаевич Погорелов. Меня зовут Валерия Королева. До встречи в эфире. «Судьба Тверской Волыни». Продолжение следует...